кататься будем сначала вас еще жиггернаута взять будет крутиться а сверху будет полировать камнем этот spirit бессмастером отвечает у бессмастера тоже небольшие изменения в этом патче у него теперь топоры можно бросать куда угодно то есть не направленная на юнита можно там очередь виртуз про запрещать героя написано и тут на вражь направлена хотя написано параллельно на ток ну то есть на точку направлен от можно можно куда угодно бросить так вот способность больше нельзя направлять на существует так конкретно звучит это изменение дополнительное время убирать перед брейкера убирают визажа ларка тоже очередь команды сил света запрещается подальше ну и по одному бану еще есть у команд чтобы потом показать свои основные карты как будут взаимодействовать например инвокер и спирит между собой и с кем-то еще как будет таск без мастером кому-нибудь помогать ну я так подозреваю потому что бессмастер должен получается на оффлей на таск будет таким ромящим неким некой ромящей боевой единицей которая способна изменить баланс на допустим ну на отдельно взятой линии да то есть пришел закатился шарды поставил быстро кого-то убил сразу же получили преимущество на этой линии там пофармили лишних 30 секунд или там рону забрали или там просто прогнали даже навсегда героя джаггернаутом отвечает прайс на квапу отвертку на квапу на венгу от в.п. интересно да интересно винга винга да зла тоже все-таки вопа берут но уже не в какой-нибудь там стадии первое да а вот уже на второе зевсом понравилось играть ну или просто понравился как зевс выглядит и вот хотят еще окей на самом деле пнк сейчас может вообще поступить нагло взять вайпера еще раз взять вайпера и отжахать там зевса в центре вот а инвокера отправить в качестве кэри там куда-то с другой стороны и инвокер тоже может зевсом очень так не кисло посражаться почему да потому что уже на первом выводе локер имеет арсенал скиллов целых три скилла может ну в его распоряжении ну в принципе у любого персонажа целых три скилла но целых три скилла инвокер может использовать разве что ну с кулдауном в 22 секунды макс заклинание 2 выбирать героя то все три получается все равно 22 секунды ждать чтобы там использовать еще потом третий скилл не суть самое главное что есть возможность сразу ждать какой-нибудь там колдснеп или чё-нибудь типа санстрайка или емп по последнему бану использовать только что команда дизраптора из лордара отправили на покой и теперь должны решить кто же будет в случае с виртус про все таки кэри то будет кэри а в случае с командой прайс кто будет может быть девс в саппорт дополнительно когда нужно куда в центре если нет то нужен саппорт ну посмотрим время как бы еще есть там целая минута 29 остается у джастиса чтобы решиться на какой-то вот ход такой хитрый панга пока тоже думает не спешит выбирать ну вы понимаете в чем проблема то есть если что то противник может еще аппарейшена взять то аппарейшен аппарейшеном хилл он будет там как бы нивелировать дазловский но грейв нет такая вот история но нет очередь команды сил света выбирать героя ну вот теперь наверно точно можно подумать о том что мы взять аппарата раз уж два таких персонажа с хиллом а ты у нас в игроке ридаш или получается или как я не совсем понял задумку осталось 10 секунд осталось 5 секунд дополнительное время сайленсер ага ну что интересно как сейчас поте лил видимо серьезно там использовал спирита в своей практике доверяют ему сыграть на персонажа причем персонаж был взят первым нг будет надо ли соли на венге то есть все таки это кэри венга окей интерес это кэри венга из-за того что хочется и нужна в данном вот этапе именно кэри венга или потому что там новые аганимы хочется проверить как же там так же что же этот аганим все таки может осталось 10 сот лет и персонаж венга на котором можно аганим перстайте вам собирать вас там вопрос секунд приготовьтесь к битве или может быть не тот совершенно персонаж но мы это очень скоро узнаем вот эти такие фнг преследуют эти проблемы с дотой что-то надо делать так вы где-то неужели это вот вот земель а такой до генерал очень серьезно запакован прям в броне весь страшный страшный урлил правда на пол свой магический посох то он ремонант первым скиллом берет себе лил дальше посмотрим голдер смешер там еще какие то будут я мани все очень быстро все прошло и мы начнемся в игру уже переместился с алисер довольно глубоко по карте поставил первый вард вот так вот указывает он и товар и окружающую ближе лежащую территорию сам полинтер еще и смогу для этого использовал ну чтоб совсем совсем быстро переместиться рошан 5 нашему турниру уже тоже с новогодней шапкой тоже дарит нам радость и счастье так вот он ему какую-то еще улыбку нарисовали что он типа таких улыбался и начало сражения готов ли уже что-нибудь придумывать но он здесь к сожалению один там если зайдут вот прям в глубину сюда на рошпит то обнаружил здесь подарочек такой какой подарочек хотя вот тут уже абадончик то пред подошел так 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 но абадона отрезали до лил теперь паникул что делать выбегает выбегает на троих позади забрала толкнул хорошо толкнул забрал руну молодец лил много сейчас пострадает на продажу точек на него фобос вешает и такой вот он лил хитрец то есть максимальных зарядов а мешка все таки все таки первым взял себе smash ну да ладно в общем не суть фобос пока будет тут на линии сложная стать но вроде бы не очень-то сложно ему запасов маны ему пока хватает хп там тоже есть все всего есть всего хватает всего есть но как бы то начало что-то и второго сейчас тоже заберет у салента тут линия немножко пропущена видите два крипи мага уже тут помогают своим мечником бежать идти вперед ну и и ну и пока ничего и пока ничего так ну фобосом тоже ага закрывается фобоса неплохо но то может быть про есть что-то проедает так что это себя бросать бежит другую сторону там солентер проклятие ему дает и фобос 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 за спасение дерево после дерева после дерева 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 дерево ты не прошли не посадить дерево она просто бежит просто отбивается в принципе уже его особо не догнать хотя шарды можно допустить да но не просто продамажит конечно фобоса на как хп ему хватает чтобы чувствовать себя в безопасности центра даже zews подтягивается ну скорее всего больше подтягивается за руна чем за у ю ю ю забрали все таки здесь парни без мастером Ну и на второй минуте счет ВП распечатывает 11 крипов уже забрал в центре Гот 6 за динайл У Зевса опять же ситуация, как наверное и в прошлой игре Не самая лучшая 5 всего лишь имеет Ну то есть больше за динайл, да? Сейчас инвокер даже чем Зевс убил Поэтому Что-то не то с ним Что-то пока не получается у Зевса Но вторая попытка может быть Какие-то все-таки принял Необходимые меры Предосторожности от команды ВП Джастис И будет все-таки лучше в дальнейшем Но опять же не знаю Вот камень по Зевсу хорошо, а теперь бить его Еще оглушил и просто с руки разваливать И вот так вот Все очень просто Как оказалось с помощью Того самого Спирита Совершать такие вот налеты А кстати Спириту и достался Да Вот такой вот нежданчик Практически как будто бы пуш тебя хукает Но только это был не пуш А это был Спирит Тут сразу же колдснэ повесил на Зевса Гот и Зевс Пока просто Все крайне сложно для него Так Фэнгэ на Даззле тут Развлекаются скрипами Пытается там кабанчик кого-то подстилить Кстати это у него успешно получается Но тут же сам кабан Пал от руки Даззла Поэтому по сути То на то и вышло 73 все-таки деньги Деньги 73 Тяньгэ Давайте так скажем Фэнгэ забирает тебя Так что здесь Здесь гоняет Фобос Или не гоняет Фобос Ну Фобос что-то набросил И пошел в атаку На Зенегату Немножко поднапряг У Зенегату тоже там отбежал В общем-то в любом случае Это рейнджевой саппорт Поэтому попроще В какой-то степени Ему сражаться с милишниками Ну милишник защит Ой-ой-ой Что же такое А есть Да Есть проклятие Есть проклятие То есть может замедлить Теперь сам попал Невыгодную ситуацию Не получилось повесить Чисточек Самый последний момент Его оглушил Таск Сноуболом И И погиб Не погиб Ну сейчас гораздо раньше Получается у Прайс Распечатать противника И Может быть Может быть Им будет попроще В дальнейшем Забавно Конечно Эти кабаны падают Вот так вот Пал Четыре ноги Слезли Одна под другую Вденайт Своего кабана Хорошо Так В центре В центре В центре Проблема У Жатиса Есть ТП Но Жатис Что-то не спасает Может быть Ил погиб Ил погибает Но Год Наверное Будет дальше сражаться Видит он Гига У Гиги И его чумала КП Сноубол Погоду Год отступила Тавер Терриц Последний удар Он наносит Убивает Своего противника Что ж Теперь у него 2-0-1 Статистика И весьма Весьма Недурственное Начало Так Прилетает Зевс Боже Он прилетает И в него Тоже прилетают Камни постоянно Один Второй Дальше Струки Дальше Волния Но Это все Поздно Уже Зевс Все-таки Не сделал Никаких Выводов Он Просто Показывает Нам Красоту Своего Набора Артефактов 1-3-1 Понимаете Сейчас у Лила Все получается Он не будет Оттуда никуда уходить Он будет Просто закатываться Ставить камни Оглушать Сайленсы давать Толкать И все Привет Привет Будем Махаться У кого Сильнее 57 Здесь 60 Но еще и камень Если Толкнуть Если Что Лил не хочет Уходить У него Все здесь Хорошо Ему тут Прекрасно Стоится Он Видит Зевс Видит Уже Пешочком Вынужден Бежать Денег На ТП Видимо То ли Нет То ли Пожадничал Или Банально В КД Скорее всего Так Штука Прилетел Сразу же Погиб Увернулся Драться С метров Проблема Насколько я помню Со спиритом В том Что он Может катиться Но если Он поставил Камень То через камень Он вдвое Дальше Катится Не всегда Ему обязательно Стоять Вот так Чтобы закатиться Он может Дальше Где-то Остать И там С помощью Камня Тогда Конечно Сложнее Попасть Но Тем не менее Это возможно Так Вот Стоят Внизу На Фобоса Нападают Чуточек Бросил Шарды Джигант Раскручивается Но Фобос Все еще жив Смотрите Очень много ХП у него Остается Хотя Хотя Очень мало Теперь 160 Грейп Успевает В последний момент Джигант Прыгает Прыгает Все поздно Плохо Погреву Вот так Может быть Смог бы Ну по-моему Грейп Помешал Еще Одно ТП Джигант Утаманы нет Оп Камень Камень В одну сторону Хорошо сбивает ТП И погнался Зигант Зигант Крипы Там добивают Теперь осталось Наверное Зигант Что придумать Но ничего Не получается Придумать Потому что Все таки За двумя Зайцами Гнаться Опасно И То чтобы Опасно Сложно Вот такую Выбрали Цель Надежнее Надежное Золото Что называется Надежное Убийство Давайте Просто Соберем Персонажа Ну а дальше Посмотрим Угода Уже Соответственно Дальность Таки 730 Башню Серьезно 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 Атакуют Так Ну там Зевс Огрил На себя Крипов И На год Тоже Решил Дальше Немножко Отойти Отступить Не Вить Громовершеца Все таки Вдруг Он Опасный Ну Он Опасный При определенных Обстоятельствах Сейчас Не получается Конечно Быть Настолько Опасным Только Это Можно Но В дальнейшем Все может Измениться Лил Просто Пока Ищет Возможность Для Какого-то Смотрите С таким Саппортом Можно Даже И быть Одному Гангером Обычно Последнее Время По двое Саппорта Бегают С макетом Какой-то В центр А тут Один Пришел Хотя Нет Не обязательно По двое Шейнер Тоже Один Обычно Может На хайграунд Заходить Пугать Фиссуры Или еще Что-то Но В любом Случай Довольно Полезный Спирит Ромящий Который Не дает Возможности Расслабиться Вообще Боится Боится Тут Проблема Понимаете В чем Тавр А дальше Еще Отодвинули От хайграунда Да То есть Зацепить Пространство Теперь Является Возможностью Для цепления Камни Станы Сайленсы Ничего Не получается Сделать Конечно Без мастера И он Погибает Кабаны Остаются Но кабаны Сейчас будут Убиты Возможно Даже Оба Где-то Доминейтинг Жил года Что такое В центре Шардами Отбрасываются Чтоб там Напугать Года И тут Последовал За ним Башню сил Света На верхней Линии Атакуют Посмотрите Да Что делает Год Просто Бьет Тавр А Тавр Просто Не бьет Его Так Подставляется Немножко ФНГ Но теперь Переагрили На крипов Все хорошо Кратификацию Используют Спрайсы Башню сил света На верхней линии Атакуют Башню сил света На центральной силу Вот он Слаб Назад О боже Как быстро ХП закончилось Он дальше За негаты Погонятся Или нет Ну может быть Смысла в этом нет То есть задача стоит Просто забрать тавр Укрепиться На этой линии Тем Чтобы запушить ее И дальше Спокойно фармить Может быть леса Ага На камне Закатился Так далеко Глубоко Или Это он специально Чтобы переместиться Побыстрее Ну видимо Да Потому что тут есть Персонажи Которые готовы Наверное уже Для убийства Так Оба Что на Джакира Что на Бадони Чувствуют себя Великолепно На сложной линии Да Две смерти у него есть Но они довольно Доргодались Прайсом Так вот Ага Шарды Теперь снова Хорошо Он здесь Ай-яй-яй Ушел в инвиз Он здесь просвечивает Конечно же Теперь года видно Теперь камень в ответ Сузи в суп Еще гиги Накричали на года Году больно Года идет еще и камень Еще не камень А кабан Ну вот и развалился Закрыли Закрыли Лила Варлус панч Полила Пошел На магните Он конечно Противников Но Это Особо сильно Их конечно Не продамажит Сейчас Ну вот На этой карте Прайсы все-таки Начинают что-то Показывать Хотя бы Потому что На прошлой Было совсем Все печально Сейчас более-менее Ну там Что-то происходит Да Тут уже сделали Два фрага Причем хороших Фрага Тот самый Надоедливый Гангер Который доставал Всю игру Тут вот Зевс Недолго прожил Так Еще и за курой Гонится-то Сайленд Или он За Зенегатой Гонится Непонятно Шарды снова Болт закрывает Ну хорошо В Сайленд Все вкатилось Окей Дербит Сайленд Он на Джаггернат Прыгает И не прыгает Он просто Раскручивается Есть Варлус панч Сайленд Погибает Все Да Он погибает Хорошо Там есть Кабан Которого тоже Надо убить Ну Болт уходит Лил тоже Ходит Но Вон Лил не отпускает Лила просто бьет с руки Лилу больно Лила подхиливает О-о-о-о И об одном Пошел Попос Молодец Спасает Гига Отдает Панч По инвокеру Сам погибает Где Джаггернаут Уже давно ушел Никто здесь Больше не дерется Что такое Камень заказывает Вау Как далеко Как больно По денигате Там есть варк Который подхиливает Денигату Но ненадолго Денигата Саверно Отправляет Он следом За Таском Да Ну вроде бы Начали неплохо Что Джаггернаут Там слишком Ну Не повезло Что Джаггернаут Третий прыжок Сделал В инвокера Курьера Все-таки Сил Света Убирающе Славит Здесь Гидрок 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 Зевс Ульт Один в один Размен Но Не самый Конечно Лучший Но Размен Пишет Гига Что лагает Он потихоньку И надо Наверное Паузу Прожать Чтобы посмотреть Как там Что можно Сделать Ну все 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 Хорошо Теперь И можем Дальше Продолжить Сражаться В инвизии Год Бегает Готов Кого-то Найти И нашли 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 Бестмастера Год Девитра Или что-то Такое Ой Накричали ПМГ Больно Хорошо Джаггернаут Раскучивается ПМГ Уже быстро Погиб Есть ЕМП ЕМП Выжигает Ману На самом деле Тоже больно Так Лил Дает Ультимейт Инвокер Бежит Навсюду С ним Джассер Джассер Сейчас Может его Завалить Как-то Или нет Не получается Все-таки Там очень мало ХП Угода Битва Разили В разные Торны Год Погибает Теперь Смотрим Сюда Здесь Лил Удает Камень Камень Кого-то Попадает Или нет Сайлен Все еще Жив 2-2 Размен Окей Погоня Погоня За Джаггернаутом Джаггернаут Пытается Крутиться Да И он Выживает Потому что Магический Урон Наносит Ультимейт Просветили Увидели 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 Да Камни Просто Прорубают Деревья Прорубают Джаггернаута И Таск Отключается От игры Уже Окончательно Все-таки Проблемы Не были Решены Нужна Еще Какая-то Небольшая Пауза Для того Чтобы Их Исправить Не хватило Конечно Немножко Времени Джаггернауту Чтобы Слэш У него Откатился Может быть С ультимейтом Было бы Попроще Что касается Винги То Набор артефактов У нее Вот такого Будет Яша Есть Доминатор Есть Пауэртрет Саквила И Мэджик Вант Ну то есть Не фортит Сейчас Винга Ускоренно Не собирает Аганим Чтобы нам Продемонстрировать Что вот Аганим Олимпийский Факел Знать Вот Вот Дотроньтесь До него Вот он У меня Есть Нет Пока В этом Смысл Я думаю Пока Пауза Мы можем С вами Графики Посмотреть И определиться С тем Какая же Команда Оно и так Понятно Какая команда Впереди Без графиков Насколько Впереди Ну вот Ориентировочно На 6 тысяч 18 на 24 На 6 с половиной Даже Вот так Вот я бы сказал Ну не с половиной На 6300 Около этого Около того По XP Ситуация тоже Такая же Виртус про Лидирует Лидируют они С разницей Примерно 5 тысяч 2750 На 25 500 Ну Однако Это преимущество Еще Нельзя Назвать Подавляющим Вот прям Таким Которое Не дает Разогнуть Спину Этим Несчастным Которые Попали Под Ток Этого Камня Закатывает Продолжает Закатывать Лил Всех В Грунт Ну И Интересно Сколько Он там Сколько Он уже Закатал Ну Судя По Статистике Да То 13 Персонажей Ну То есть 13 Раз Персонажей Всего 5 Противника Да Но Они Почему То После Смерти Появляются Появляются Идут Вновь Атаковать Ну Хочется 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 Им Как-то Попробовать Выиграть И Свести Противостояние К Третьей Карте Украденного Интеллекта 8 Зенегаты Ну Да Хорошая Новость Это Хорошая Новость Наверное Наверное Фэнтези Очки Кстати Ни у кого Еще Пока В отрицательное Значение Не ушло Но Самая Красочная Из этого Из этой статистики Можно сделать вывод Какой Что Два Персонажа Два игрока Которые Управляют Центровыми Центральными Миддерами Они расположены В конце В начале В начале Этого поля Этого поля Этой статистики 7.2 Сейчас у Инвокера И у Девса 1.4 На уровне С Саленсиром Битмастером Битмастером Ну в принципе Да Тут Сложно Пока сложно Пока прайсом Сложно Я думаю Даже в Лейтеем Будет сложно Однако До лейта Чем минут Наверное 20-25 Надо Подождать И За 25 Минут Тут Наверное Какие-то Аганимы Могут Появиться И у Спирита Или Там Ну Не важно Что появится Но Будет Слишком Сильный ВП Если Все Продолжится Таким Ж Образом Как Оно Идет Сейчас Возможно Стоит Что-то Предпринять Ну Вот Смотрите Все-таки Девс Хотя бы Как-то Более Еще Фарми 339 Золотого Мюд Не Питут Конечно Как У Давай Последним Слишком Слишком Отчаянно Ты махал Палкой И лил На этот Разобрать Красивое Вот Деревцо Такое Прям Радостно Цветущее Здесь Примерно Такое Же Только Нерадостно И Цветущее В лесу Да Неужели Нарошан Сейчас Будут Заходить Посмотрим 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 Смотрим 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 Да О Это Линза Линза Ну Зевсу Наверное Да Линза Нужна Чтобы Еще Дальше Стоять Еще Дальше Можно Подловить На самом Деле Можно Подловить Там Можно Как-то Накричать Глобал Там Под Глобал Подраться Вот Там Присел Ястреб Все Видит Ага Глобал Хорошо Сразу Лила У него Панч полетел Все Просто Лила Зевс Подубил Дальше Раскручивается Есть ЕМП Дальше Крутится Уходит За Скуну Рошану Очень Бесмастер Скорее всего Погибает Он погибает Зенегата Стоит В стане Бегает Фобос Дальше Зенегата Погой Грейв Дальше На себя Тейр Салли Это просто Видит Туркин Дальше Дальше Зенегата Зенегата Дальше Продолжается Есть Кирпич Таска Таска Вычаст Фобос Ох Как там Таск Быстро Закончится Зак Гра Залетел Зевс Остается Один Вот так Быстро Разменялись Со всеми Противниками И за Зевсом За Зевсом За Зевсом Мы Втроем Вчетвером Впятером И еще Ветра Его Полируют Зевс Приземляют Очень больно Ему Ничего Не может Сделать И погибает От рук Киллов Точнее Точнее Бадона Ну что Пайтрекап Очень Актуальный Очень Никакого Нет Вроде Глобал Дали Убили Лила Но Лил Был Не самым Ключевым Персонажем На данный Уже Момент Потому что Все остальные Имели Неплохие Артефакты И скиллы Как бы После Сайленса Прошли А Глобал По сути То есть Глобал Потратили Для того Чтобы убить Одного Персонажа Пока Его убивали Ну Остальные Конечно Ничем Не могли Помочь Но Потом Собственно Важные Скиллы Были На него Потрачены И После Этого Битва Уже Проходила Под диктовку Команды Virtus.pro Ну Смотрите Да Инвокер 8700 У Зевсад 5000 У Жагернаута 5000 Ну Маловато Там Смотрите Уже Бадончик Прибарахлился Так Гидрок Срочная ТП Ох Ну Был Вроде Как Свап Она Потратилась Но Есть Там В доте В механике Небольшая Оговорка Что Если Цель Там 0-01 Секунды 0-01 Секунды Быстро Перемещается На расстояние Больше Чем 1200 1800 То Не срабатывает Определённый Скилл Так Глобал Аигис Уже Выбили Сгоды Шардами Закрыли Но Но Абадон Ультимайт Работает Хорошо Жагернаут В прыгать Раскручивается Забрали Гуда Хорошо Фобос Айна Вагнитил Там Всех Лил Хорошо А теперь Еще и Камень Дает Но Лилу Самому Больно Отхиливает Тех Вард Лила Топорами Забрали Дальше Дальше За Фобосом Надо Попрошено Придумать Нем Он Бросает Джиггернаут За ним За Фобосом Но Он Только Здесь Один Остальные Что Закончили Что Или Нет Шарды Хорошо Молния Нет ТП Закрыли Фобос Погиб Неплохо Неплохо Убил Господствующего Фобоса Получил 500 монет Джиггернау Давайте Посмотрим Уток Боя 3000 Заработали Воу Воу Такое Большое Было Преимущество Огромное Ну Хорошо Хорошо Это Значит Что Какие-то Артефакты Дополнительный Пэд Сейчас Команды Прайс Тут На самом деле ВП Немножко Заглупили Не стоило Им тут Драться Ну Почему-то Они думали Что Могут Все Сейчас Но Все-таки Не все Они могут Дазла Тоже Есть Линза Вот Так Вот Может Лечить Там Посмотрите Как Далеко А Ультимейт Вообще Так Так Что Намечается Или Нет Нет Фонтан Перемещается Фнг Не стоит Дальше Находиться На линии Может Быть Кто-то Придет Так Артефакты У Прайс Какие-то Есть Джаггернауты Все Артефакты Прям Сверх Дешевые Как будто Он Зашел На Распродажу Все По 50 И Купил Сразу Три Предмета А Четвертый Получил В Подарок Пять Предметов А шестой В Подарок Новогодняя Распродажа Но Все Таки Нет Купил Дорогой Один Более Дорогой За 2000 Но Все Все Довольно Дешевенькое Атакуют Пока Что За счет Скиллов Приходится Воевать Что Там У Депса Есть Что То Линза 1000 Монет Атак Больше Ничего Нет Да Ладно Разделили Своей силой Вертус Про Одновременно Нападать И На Одну Вышку И На Вторую И Это Получается Потому что Одну Уже Разрушили И Второй Быстрее Перемещаются 10 Творц Сейчас У Венги Что Там У Башню Сил Света На Центральной Линии Атакуют А Ну Не Просто Почти А Уже Ну Миллион Аур Просто На Венгрии Посмотрите Урово 127 131 354 Урона Так Камень Глобал Хорошо В ДК Фобус Контр Инициация Очень больно Году Зевс Еще Дал Ультимейт Года Живой Убить Жигерат Раскручивается Есть Крик По Сайту Один Убудевает Два Персонажа Было Убито Сделал Байбекинвокер И ветра Настигает Убегающих Нет Никого Он там Не настигает Никто Уже Не убегает Все Уже Убежали Проклятие Дается Ну Все Таки Да Есть Очень Много Ресурсов Еще Команды Виртуз Пром Могут Позволить Себе Делать Байбеки И Уваж Это Сражение Остался Там Некрономикон На последнем Издыхании Но Тавр Не остался К сожалению На всякий Суть Емп Дает Гот Чтобы Там Никто Не подошел Не попробовал Засреть Убили Сначала Один Брак Теперь Второй Тучковались Так Немножко Вмп Туда Мы Сейчас Сайдух Устраивать Но Нет Никого Тайда Нет Никого Реведжа Сноубол Зато Есть Шарды Есть По Лилу Пачу Лилу Укатывается На камне Хорошо Есть Ветра По Венегате Так Зевс Хорошо Клапнули Венегату И Джаггернаут Там Подвоем Раскручивается Венега Кричит Джаггернаут Решил Фобос Ну Фобос Ультимат Срабатывает Фобос Полностью Живой Джаггернаут Это Джаггернаут 400 кп Фэнка На себя Грейв Бросает Джастис Оу Джастис Джастис Опять-таки Погибает Можно Прописать Джаггернаут Нет Просто Год Идет И Прописывает Тычки С руки По Бараку Что-то Решил Подфидить Немножко Здесь Господин Бестмастер Троих Подряд Год Прикончил И Венеги Блин Даггер Пошел Гидрокс Пытаться Что-то Сделать На самом Деле И Вот Если Мы Сейчас Будем Обращать Внимание На То Количество Товров Которые У Виртус Про В наличии То Мы Можем Делать Вывод Что В наличии Все Товров На Ритм Джаггернаут Он Тоже Видел Как Гот За Ним Выбегал Поэтому Блэй Фьюри И Топ Аут Так Все Товров В наличии Причем Вот Башня По центру Нераспечатанная Практически На топе Она Потеряла Чуть-чуть ХП Больше всего На боте Пострадала Но Опять же Пока Нет возможности Выйти с базы Достаточно Далеко Чтобы Пропушить Линию Вот Настолько А Это Уже Далеко По меркам Прайс Вот Они В такой Ситуации Что Грустно 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 Джаггернаут Не успел Джаггернаут Реагировать И поэтому Ну хотя Глобал Он с руки А нет Мека Мека Джаггернает Все-таки Погибает Джаггернаут А Арширик На него повесил Так понимаю Там ветра Ох По всем Почти ветра Кричат Геомантер Грип Там Ну Ну Такое Такое Не смогли Конечно Прайс Ничего Противопоставить Мы Думали Мы Гадали Надели Что Они Придумают Он Слишком Сильный Вертус Про Ну По сути Все Пайты Были Показательные Просто Строщили Просто Ломали Кости Просто Перетирали В труху Закатывали Землю Ну Как-то Так Что ж В принципе Вертус Про Справили Со своей Задачей Довольно Просто Их задача Была Победить Этих Нахальных Прайсов Прайсы Должны Были Показать Как-то Себя Но Особо Сильно Не Показали Не Получалось У них К сожалению Сейчас Что-либо Сделать Не в первой Не в второй Игре Но Как-то Так Что ж Друзья На этом Мы Заканчиваем Нашу Трансляцию С полей Сражений Д2СЛ Christmas Charity Magic Я с вами Прощаюсь До новых встреч В эфире Всем Пока Пока Субтитры